Добрый день всем. Всем привет. Добро пожаловать в первую очередь. Давайте я сразу в контексте веду презентации, что я подготовил для вас, доклада. Он будет состоять из пяти пунктов основных, небольших. Буду рассказывать концепты, которые я взял с курса и использую в своих рабочих проектах. Буду показывать проекты и активно отвечать на вопросы, есть ли он будет появляться. Планирую рассказывать от 20 до 40 минут, в зависимости от активности, взаимодействия. Как-то в целом так. Двигаемся дальше. Знакомства. Меня зовут Малик, еще раз мне 27 лет, проживаю в Ташкенте. Я познакомился со школой в 2019 году. С тех пор активно прохожу курсы, участвую в рабочих проектах, использую в своих рабочих проектах концепты. И помогаю, как Иван сказал, в секторе амбассадоров организовывать, поддерживать эту деятельность. На данный момент работаю проект-менеджером в маркетинг-отделе. Это сеть пиццерии Белиссимо Пицца в Узбекистане. Сейчас 45 точек у нас на данный момент. И планируем еще 15 открывать в следующем квартале. Был разнообразный опыт в других сферах, о которых я сегодня тоже расскажу чуть дальше. Проект, который буду открывать. Двинемся дальше. Вообще, зачем такой контекст? Зачем мне понадобился системный подход? Какую я неудовлетворенность свою решал? Пытался решать с помощью этого подхода. Это основной недостаток личных способностей. На 2019 году сформировалось такое неудовлетворение тем, какие проекты, каково сложности проекта я могу взяться, сделать, и быть уверенным в том, что я их могу вести и завершить до конца. И мне хотелось иметь способность как-то браться за сложные проекты и при этом чувствовать себя уверенно в работе, чтобы я понимал, что я делаю. Это был основной такой запрос. И я столкнулся со школой, с материалами, и с помощью этого до сих пор решаю эту проблему. Сейчас расскажу, как. Примеры концептов, которые помогают решить мои главные недоидовлетворенности, это моделирование экзокортекс-описания, это проектная документация, это целевая система, физичность, описание системы, воплощение надсистемы, жизненный цикл системы, моделирование работ, в том числе проектных ролей рабочих продуктов и вообще статуса работ. И тоже 7-Альф, диагностика проекта по 7-Альфам, базовый уровень диагностики. Эти концепты, я сейчас по ним пройдусь, прямо по очереди, показывая, где что у меня находится, помогают мне в той или иной степени в разных частях проекта удерживать сложные проекты, выполнять, скажем так, и закрывать мои потребности, мою недоидовлетворенность закрывает, удовлетворяет. Есть ли какие-то тут вопросы по поводу концептов? Окей, вопросов вроде нет. Давайте перейду тогда в проекты и буду сразу одновременно... Сначала вот такой план. Мы берем какой-то концепт, допустим, моделирование экзокортекс и описание, да, проектной документации. Вот в целом, допустим, берем какой-то проект. Если брать концепт и видеть его в реальности, то это вот такая вот документ-проект, проектная документация по какому-то проекту. Вот, допустим, мы ездили на выставку выставочную и для поездки составлял я такой вот документ со списком работ. В принципе, вот эта структура документа, я ввел ее в коде, да, а структура документации и вот уже как бы само содержание. Допустим, это список работ, что мы должны сделать. То есть, в целом, если говорить про концепт сам, вот у меня есть другие проекты, все медиапроекты, организационные проекты. Я обучаюсь до сих пор в школе, да, тоже веду проект, потому что это длинный проект и его нужно как-то отслеживать. Даже туда устройство, продажу своего сервиса я тоже как-то веду как проект. Да. Вот, в принципе, везде шаблон одинаковый, есть своя структура, да, вот, есть какие-то свои объекты внимания важные, которые я удерживаю вот не в своей голове, а в экзокортексе. То есть, использую внешний мозг, чтобы удерживать внимание на вот нужных мне проектах в длительное время. Вот. Допустим, мы закрыли эту потребность, увеличили способность своего внимания с помощью экзокортекса, с помощью вот такой проектной документации. И, в принципе, любой проект, который я начинаю сейчас, я не могу уже начинать, не вынося его во внешний носитель, в экзокортекс, и не моделируя проект. Мне просто неудобно уже, и мало эффективности, чем с моделированием. Вот. Тут есть вопросы? Нет. А что такое проект вообще? Да, Сергей, у меня тоже был вопрос. Давайте, Сергей, начинайте. Да. Что такое проект? Что такое проект? Да, что такое проект вообще? Это поведение системы создания, правильно? Или что такое? По сути, да. Ну, в принципе, все по-разному называют, вкладывают значение, что такое проект. Ну, кто-то называет это там, допустим, я вкладываю это в то, что это какой-то список работ, как бы, да, который мы инициируем, чтобы вот сделать, какой-то не цикличный, да, который мы инициируем, чтобы сделать какой-то продукт. То есть, и он такой, этот чанг, группа списка работ, он описывается, определяется как проект. Допустим, для меня. Вот. Это по-разному. По-другому. А вот есть ли практика? Я еще включаю. На практику на начале работы же, правильно? А? Есть практика? Есть практика. Есть практика. А как называется на планете практика, работы и проект? Практика, работы и проект. Терминологи углубляться, пожалуйста. Это уже терминологические сейчас детали, как мы что называем. Пока по общей части давайте пройдем. Я думаю, это Малик все раскроет чуть позже. Скажи, пожалуйста, у меня только такой вопрос. Ты сказал, что ты начинаешь с заведения, заведение, каждый раз заводишь проезд, с чего это начинается? То есть, вот возникла какая-то задача, поездка в Турцию. Что первым пошло? Что сначала документируется? У меня есть шаблон, где, допустим, как минимум есть Туду. Туду, команда, разные, что мне нужно. И там смета обычно бывает. Но в целом я начинаю. Прям первое, что я делаю, это... Сейчас покажу. Я описываю этапы. Здесь написано направление, но я описываю этапы проекта. То есть, этапность проекта по поводу того, как от начала до конца его нужно будет выполнить. Какие нам этапы понадобятся? Допустим, организация команды, моделирование организации, привлечение инвестиций нам, моделирование и сбор экспозиции. Мы делали выставку. То есть, описание, как это все будет выглядеть. Подготовка документов, описание, сборы и поездки и так далее. Я могу еще описывать, конечно, жизнь. Это какие-то группы работ, которые собираются с задачи под группу. Да. То есть, я могу организовать по группам, уже этапам, какие-то определенные задачи. Допустим, если я добавляю, здесь такая табличка удобная, если я добавляю здесь этапы, я могу потом эти этапы вот здесь включать и в них записывать задачи конкретные. И уже двигаться вот по этапу, по проекту. Ясно. Окей. Спасибо. Еще какие-то вопросы? Окей. Двигаемся дальше. В целом, по целевая система и физичность. Вот этот концепт за поиском физичного, мне помогает. Я его где-то моделирую, где-то не моделирую, в принципе, в плане того, что какие-то проекты мелкие и мы, в принципе, определяем все, окей, нам нужен такой-то результат, допустим. Мы моделируем, но так, не слишком подробно. Сейчас я покажу. Так, 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 так. Здесь почему-то нету. Ну, в целом, это даже не к проектам относится, в целом, это так концептуально относится к тому, что мы перед стартом проекта должны определиться, что физическое мы создаем либо меняем. Да. Это можно где угодно записывать относительно, но нужно понимать вот это, что физично мы меняем, вот, определяться с командой, договариваться об этом. это также включено в то, что мы определяем, какие рабочие продукты мы делаем в каждом этапе проекта, то есть, что мы создаем, а потом это, как это создано, передвигается от этапа к этапу, используется кем-то и какой-то ролью другой, чтобы в итоге совершить по этой цепочке уже конечный продукт. Допустим, мы делали медиа, контент, да, у нас, что мы создаем? Мы создаем описание, визуальное описание, то есть, мы создаем видео, которое вот должно иметь свои характеристики, вот. Мы в концепции использования описываем, что мы хотим от этого видео, какие роли хотят, что от этого видео в итоге, да, и в итоге принимаем решение, что мы реализуем в этом описании, что мы не реализуем. Допустим, какие-то видео, это могут быть какие-то переходы, эффекты и так далее. То есть, мы создаем табличку, где мы описываем свои запросы, вот. И уже потом стараемся эти запросы реализовать в этом продукте, то есть, целевой системе. Вот. Вот. То есть, этот концепт помогает в целом для моей недовольтворенности в том, что я понимаю сразу, вот если попадает в сложный проект, я сразу определяю свое внимание, направляю на то, что я делаю, то есть, что ключевое мы создаем и по какой цепочке, кто что создает и как это с друг другом вот связано. Вот. Можно моделировать цепочку создания, но у меня не такие прям сложные проекты, чтобы это моделировать. В принципе, мне и так достаточно, на моем уровне мне подходит. Вот. Да. Кому-то мы просто оказываем сервис. Допустим, когда мы туда устраиваемся, мы продаем сервис и кому-то в компании мы, какому-то заказчику сервиса, мы оказываем услугу. Вот. Как-то так. То есть, тоже меняем какие-то рабочие продукты внутри компании. То есть, мы понимаем, что физично мы меняем. Поэтому есть вопросы? Окей. Супер. Описание системы воплощения, системы размышления. Да. В целом, концепт и разделение того, что есть описание, вообще такое моделирование того, что и вообще понимание разделения, описание между воплощением очень сильно помогает разбираться в сложной деятельности. То есть, в принципе, это в проектах понятно, что это описание все для того, чтобы мы там сделали что-то реальное в физическом мире в целом про то, что ты, когда уже начинаешь обсуждать команды, ты понимаешь, во-первых, и разделяешь, и во-вторых, можешь не запутаться в сложной деятельности, где есть описание, где есть, допустим, некоторые программисты думают, что какое-то описание это их конечный продукт, на самом деле оказывается, что конечный продукт это там воплощение, то есть, описание программы должна сделать какое-то действие, оказать какой-то сервис и изменить что-то в реальном мире. То есть, вот эти вот разбирательства помогают в целом разбираться там или сам в разных проектах то, как это все устроено. Вот, допустим, представим, предположим, что у нас есть поездка в поездка на выставку, да, мы собираем, организовываем, у нас описание, это описание выставки, список художников, там, описание для выставки, это и тикетаж, и визитки, информация художника, артики, пресс-листы и прочие-прочие вещи. То есть, мы подготавливаем эти описания, да, и разница между описанием выставки и описанием для выставки, это разная чуть-чуть вещь, что мы, допустим, это больше для организации описания выставки нам нужно, мы используем эти описания, а эти описания мы используем уже как вот рабочий продукт на самую выставку, как подсистему, можно сказать. Вот, а наша целевая, это то, что мы создаем, наша система, это уже воплощение, где она, вот воплощение, это сама выставка, то есть, готовый павильон художников живописи Узбекистана на месте, да, и так как мы еще дополнительно организуем, я отдельно это написал, что мы это удержали во внимании, мы должны организовать команду продаж на месте, мы должны организовать команду нетворкинга, это разные команды, они делают разные работы, и вот, и мы должны понимать, что мы физически там их организуем, ну и культурная программа там это отдельное, то, что у нас у нас был запрос, мы так записали, вот, но в целом это выставка павильон с командой, которая там будет обслуживать людей, посетителей и партнеров потенциальных, вот это воплощение, мы понимаем, что мы создаем, вот, и понимаем, какие нам описания потребуются для того, чтобы все это создать, вот, мы можем разделять это на группы и следить за тем, что оно все выполнено, вот это делается, в принципе, вот, по семью альфовым проектам, мы это все описываем прямо в начале, перед стартом проекта, описываем, что нам потребуется, и в итоге видим пробелы, видим, что, какие возможные работы уже нам понадобятся сделать, да, допустим, если это текст, то текст, если это дизайн, то дизайн, мы уже будем понимать примерно уже содержание работ, которые нам понадобятся делать, вот, ну и конечно-конечное, что мы, все это ведем, вот, есть ли вопросы по этому? Окей, в принципе, вот это описание делается перед каждым проектом, даже чернового, драфтового, оно помогает уже, так вот, размышления написал, то есть, провести мышление письмом и смоделировать ситуацию, так скажем, да, смоделировать описание, смоделировать, что мы создаем. Оно может быть сначала неточным, оно может уточняться по пути, но самое главное, вот это вот размышление начать. Вот. И в итоге можно еще подключать команду на обсуждение и уже вот приходить к единому пониманию, координироваться. Далее. Надсистема, контекст, внешние роли, их интересы, приоритеты. В моем случае я указываю, допустим, тоже возможности, внешние роли, тоже в семье альфа-проекта могу указать. Оно указывается так, драфтово иногда, иногда мы даже не сильно там заморачиваемся, потому что у нас какие-то простые проекты, у нас там один заинтересованный человек. Да. Иногда это чуть посложнее, мы учитываем это, допустим, список внешних ролей, мы описываем, кому мы продаем, допустим, клиентуру, если у нас клиентура, мы составляем список, базу клиентов. Вот. В целом, если останавливаться на этом концепте и в контексте того сложных проектов, он мне помогает сразу в проекте замечать, кого мы обслуживаем, чьи потребности неудовлетворенности мы решаем, какие у них интересы, какие у них приоритеты, запросы, и с учетом этого уже выстраивать сам проект, саму работу и прочее. То есть, я понимаю, что это самый первый этап, что я должен узнать, что я должен учесть, что я должен взять на заметку и кого я должен вниманием схватить и удерживать, вот, с кем я должен разговаривать на эту тему. И уже потом на протяжении всего проекта, когда мы его делаем, я понимаю, мы удовлетворяем запрос или не удовлетворяем запросы ролей, вот, и как бы их приоритетные интересы. Также можно ставить приоритетность проекта, выполнение работ по тому, какой приоритет сейчас у внешних ролей, заказчиков, инвесторов и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, общие такие запросы, но там конкретнее можно, допустим, у меня заказчик сервиса, я продаю свой сервис компании, да, по там менеджменту проектов внутри маркетинга отдела. У меня есть какой-то заказчик, я понимаю, что ему сейчас важно, какая проблема, какая неудовлетворенность, я могу это записать, вот. Есть у меня стратегия, другая, это есть документация, у меня есть стратегия, есть неудовлетворенность, список неудовлетворенностей и есть, что приоритетно нужно решать. И я как бы составляю стратегию, как я могу эту неудовлетворенность в приоритете решить, вот, и потом эту стратегию просто разбиваю на задачи себе и добавляю себя в туду, в таск-лис, и уже начинаю выполнять, реализовывать, вот, и у меня довольно так, я думаю, хорошо это получается, потом по результатам намного лучше, если бы я какой-то подход не использовал, вот. Далее, есть тут какие-то вопросы? Есть вопросы. Я знаю, что у нас, да, Елена, пожалуйста, давайте я поделюсь. Марик, очень интересно все, у меня такой вопрос, сталкивались ли вы в процессе вашей работы с культурными аспектами, объясню почему, я новичок в школе ШСМ, и то, что до сих пор меня тревожит, это вот аспект, с которым я сталкнулась в одном из моих проектов, посвященных чеченскому языку, и вот здесь вот у меня никак не может уложиться в голове, как с ним быть, то есть часть, вот, культуры Чеченской Республики, научное сообщество меня очень поддерживает, но есть значительная часть, которая, так скажем, отвергает, и вот я понимаю, что здесь нужно работать с альфами, то есть это внешнепроектные роли, вот было ли у вас что-то такое, где культурный аспект вот никак не стыковался. Спасибо. Такого прямо не было, но было такое, что есть разные запросы, и они друг другу могут противоречить, то есть разные роли, да, вы про это имеете в виду, разные роли, разного хотят, и не совсем стыкуются. Да, да. Да, ну вот, как я и говорил, я сейчас, я вам, давайте, вышли потом вам документ, как я это делаю, я учитываю роли, допустим, да, допустим, это две роли, допустим, научные, кто-то там, сообщество, кто-то какие-то роли, и какие-то вот, с тех, кто тоже, обыватели, кто против, обыватели, скажем так, и я бы записал бы, если бы я это делал, какие у них неудовлетворенности есть, поэтому, то есть они же не просто так против, почему-то, у них есть какое-то убеждение, то есть я бы это записал, просто зафиксировал в таблице, и ту часть, и ту часть, и эту сторону, и эту сторону, какие у них запросы, какие у них запросы, и потом попытался бы разработать стратегию, как удовлетворить обоих, насколько я могу это сделать. Спасибо огромное, спасибо. То есть, как-то так. То есть мы определяем, фиксируем неудовлетворенности, и как мы можем, вот, нам нужно уже думать технически, творчески, как мы можем и их, и их убедить как бы вот туда и туда как бы помочь удовлетворить их. Но иногда получается, такое тоже бывает в практике, но получается. Вот. Я вам отправлю документ. Можем этот документ. Так, я, пожалуйста, еще тоже на вопрос Елены попробую ответить. У Анатолия Игоревича вышел прекрасный курс с названием «Инджинерия личности». И можно рассматривать всех агентов без привязки к ролям, к ролям, к их ролям, как некие объекты, которые мы изменяем. То есть у вас возникает думающая система, с которой тоже нужно повести какого-то характера работы. И вот эти работы, инженерная работа, она в общем случае называется образованием. И то, как мы образовываем людей, то, как мы учим, вот мы переносим это знание на отдельных людей или на отдельные группы людей. То есть можно смотреть методологическую часть в курсе «Инджинерия личности». То есть, если я правильно понимаю, можно уточнить? Да, если правильно понимаю, то думающие системы и, допустим, если это сообщество обывателей, то мы должны провести работу по убеждению образованию и убеждению лидерских какие-то практики провести, чтобы их убедить в том, что... Ура! Я уже это вот частично начала на интуиции делать. Спасибо огромное. Спасибо за наводку. Да, спасибо вам. У меня вопрос по приоритетам. Каким образом приоритетизируются интересы то есть у нас, смотри, у нас есть внешние проектные роли и у роли, как у идеального объекта, как таковых приоритетов нет. Приоритеты возникают в связке ролей уже в агентах. То есть, внутри этого агента, который должен играть какую-то роль, ну, не должен играть какую-то роль, у него возникает какая-то конфликтующая или дополняющая роль, которая как раз и рождает вот эти дополнительные интересы, и там уже появляется приоритизация. Ты как с этим разбираешься? Ну, наверное, по общению я как бы определяю, что важнее. Вот я сейчас показываю эту таблицу, вот Елена тоже, да? Пока это я так смоделировал для себя, как мне удобно. Неудовлетворенность, допустим, чья, да, роль я описываю здесь, кто неудовлетворен, чему я группирую это по ролям, кто с меня требует, что. Допустим, сейчас, а, здесь, по-моему, нету. Допустим, вот чья неудовлетворенность, главный маркетолог, с меня что как бы хочет, да? Какая у него, он как заказчик сервиса, я до конца не смоделировал, в голове я все тоже иногда держу. Моя? Допустим, предположим, можно без деталей в общем опиши, то есть у тебя возникает. В общем, опишу. Ну, я прихожу, мне говорят, нужен человек, который будет связывать отделы, который будет отдел маркетинга связывать с другими отделами. То есть я понимаю, что, ага, какой-то запрос есть, проблема с коммуникацией, да, какая-то недовлетворенность в коммуникациях есть. То есть я уже прикидываю, я так собираю список таких вот запросов, то, что им нужно. Допустим, я смотрю на вакансию и смотрю, какие там обязанности. Обязанности не просто так вырастают, скорее всего, там какая-то проблема, которую, ну, как бы, не удовлетворенность, которую нужно решить. Они просто покупают сервис. Вот. Допустим, планированные команды. Кто-то, видимо, не планирует и так далее. Я вот так описываю списком. Конечно, потом на месте я уточняю. Вот. И потом вот так я записываю, а потом могу уже там выделять жирным, ставить вот приоритетно. Могу, конечно, здесь статус поставить, что важно. Допустим, табличку, столбец поставить со статусом, да, high priority, low priority и middle. Вот. И уже обрабатывать, строить стратегию на те, которые вот прямо сейчас важны и важны. Вот сейчас у меня своя неудовлетворенность по поводу операционного менеджера. У меня слишком много проектов. Да, я сейчас свою неудовлетворенность тоже одновременно решаю. Мне нужно сделать так, чтобы продукты выпускались организованно, быстрее и так далее. Иначе я просто в операционке застрян. Вот. И я как бы примерно какие-то роли мне нужны. Да, мне кого-то нужно обучить, кого-то нужно убедить, кого-то нужно вот смоделировать, как коммуникация будет работать, чтобы она была не перегружена и быстро проводилась и без лишних там цепочки, перегрузки и так далее. Чтобы все эффективно было. Потом, каким мне понадобятся возможно рабочие продукты, проекты, да, и потом я могу составить для себя мыслить письмом, придумать решение эффективной стратегии, как я могу теперь это все решать. Это университет. То есть, такое размышление производится. А потом я составляю дальнейшие действия уже конкретные. Составить мета описания дашборда. Допустим, я когда пришел, дашборд по портфелю проекта не ведется. То есть, маркетинг-адел что-то делает, есть обрывки проектов, но не ведется. И это в итоге не дает понимания руководителю, что мы вообще делаем, какой объем задач выполняем и так далее. Такой запрос. Я понимаю, что нужно его сделать. Создаю его. И как бы так. То есть, настраиваю постепенно процессы. Вот. Вот таким образом. Но, в общем, это такая таблица, где мы должны указать на удовлетворенности желательно чьи. И потому что мы от этого будем понимать, кого мы удовлетворяем. Если это заказчик, то, скорее всего, кто платит. Мы же для него делаем работу. Скорее всего, он и его в приоритете ставим по его главным запросам. Мы можем прямо спросить, провести практику такую коммуникативную, интервью провести. Вот у меня где-то даже есть интервьюер, вот, да, собеседник. То есть, в обычном общении можно понять, что болит больше. Вот. Что болит больше, записать себе заметку, это болит больше. И уже на это давать упор, приоритет. И в итоге люди будут довольны. Говорят, спасибо, что решили мою боль. Вот так. Пока вот такой подход в этом направлении. Хорошо, да, спасибо. Окей. Можем двигаться дальше, да? Давай пока на секундочку, вот поскольку ты сам сейчас упомянул практику, на вопрос Сергея ответим. Сергей, я правильно понял, что у вас вопрос связи роли, практики и рабочего продукта? Да, 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 да. Соответственно, то, что молитвы, молитвы, роли проекта, как вот проект, проект, у системы создания есть проект, правильно, который приходит, существует для того, чтобы сделать целевую систему, правильно? Да. И то есть по проекту мы понимаем, что проект это просто деятельность, то есть это работает. Да, 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 вы точнее определили. Это деятельность на каком-то отрезке времени, по идее, для какой-то цели. А вот эта деятельность для этого проекта, как связано с практикой теперь? Как связано с практикой? А вам надо это связывать? Вам для чего это нужно? Ну, насколько я знаю, что получился рабочий продукт, есть связка у вас, которую вы все время там внушаете. Это роли, практика, рабочий продукт. Если они деятельность по практике, получаются рабочие продукты. где есть проект? В моем понимании, как я это моделирую обычно, у меня есть роль, да, роль обычно использует какую-то практику, то есть какие-то знания, да, технологию и какие-то вот концепты. Вот. И создает какой-то другой рабочий продукт, то есть, допустим, маркетинг-стратегию. Он, он, допустим, собирает данные, там, практика сбора данных, интервью, глубоких, глубинных интервью, использует компьютер и так далее, проводит, вот, собирает это все данные, составляет отчет, и на основе этого, это, во-первых, один рабочий продукт, то есть, он составляет исследование, да, и потом это оформляет рабочий продукт, это имеется в виду документ. Ну, документы, или система, может быть, правильно рабочий продукт? Да, 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 вот именно что, рабочий продукт, это может быть документ описания, допустим, графический дизайнер создает, фотографии он как-то нарисовал, что сделал. Он же тоже выполняет работы, куда делись здесь работы, вот в этом, вот в этой цепочке, роль практика. Работы как раз выполняются по какой-то практике, то есть, работа, это прикрепление к теме. Да, работа, это как бы физические действия, мы описываем, чтобы мы понимали, что вот проводятся эти работы или нет, вот где они у меня находятся, вот допустим, туду у меня есть, видите, да? Да, вижу туду. Вот, и там я описываю, это называется обычная задача, но задача, это чуть-чуть другой концепт, он как бы, вот что нужно сделать, а здесь больше работы, что человек должен сделать, грубо говоря, чтобы получился вот такой рабочий продукт, и потом я назначаю там человека, кто, допустим, я здесь роль не описываю, ну, обычно здесь и роли можно описать, кто это делает, допустим, вот я делал клип, создавали мы медиапродукт, вот допустим, у нас здесь есть режиссер, сценарист, оператор, чтобы мы просто понимали, кто эту работу делает, кто там действует физически, и какой рабочий продукт у него в итоге должен создаться, то есть сценарист, режиссер и оператор не должны сделать в итоге концепцию использования, то есть концепт конечного продукта, описание конечного продукта, то есть они как архитекторы должны меня создать, вот, это описаны первоначальные идеи, допустим, да, и так далее, то есть работы это вот такие, я моделирую вот так, в такой задачнике. Это все часть проекта. Практики это тоже часть проекта? Практики это часть проекта, да. Ну, как бы, в деятельности вы же используете практики? Это как бы информация, да? Под часть, да, это под часть какая-то. У нас нет лучшего слова для использования, являются ли практики частью, если мы говорим, что часть целая, нет, это не часть целая, потому что это все равно ментальный, ментальный объект, практика, ментальный объект, который не существует в... Насколько я понимаю, есть проект, есть процесс, это синонимы, да, и есть кейс. Это, в принципе, все как бы разные варианты управления работами, правильно? В некотором роде. Вот. А процессы, а процессы, это получается практики, современные слова, практики ГТЧ. Дорогие, давайте, очень короче перебил, вы зря концентрируетесь для того, чтобы понять, вот прям, какое слово... Что за ним стоит, да. Это совершенно неважно. У вас есть, вам глобально нужно понять, что у вас есть проект, и в проекте, вот как вы границы его обозначаете, что у вас проект. Допустим, у Малика, проект поездки с целью командировки, ой, с целью выставки. Да. И вот это и есть проект. Что мы считаем успешным проектом? Ну, какой-то там у нас набор понятий. Мы создали такое-то количество связей в виде нетворкинга, мы получили такой-то приз за наш выставочный стенд, мы получили такие-то отзывы в местных медиа и так далее. Вот у нас критерии успеха проекта. Как мы добились этого успеха? Выполнили определенные работы, которые сами себе обозначили по тем практикам, которые мы умеем, которые мы знаем, как их исполнять, теми ролями, которые и в тех компетенциях с теми людьми, которые у нас есть. Хорошо. А вот в этом своем моделировании вы практике как-то учитываете? Да, да, можно. Просто иногда бывают такие проекты, которые... Да, давайте я вам покажу, как. Когда мы... Где-то подробное, сейчас я покажу вам. Хороший вопрос. Вот смотрите, допустим, я описываю этапы проекта в медиапланировании. Где-то я это учитываю, прям практика, где-то я не моделирую, потому что мне, в принципе, уже понятно это в голове. На самом деле, по-хорошему надо описывать, но иногда, допустим, не хватает времени, мы сразу же начинаем. Ну, вот. В целом... Ну, нет, допустим, описывать... Ты правильно сначала сказал, ты сказал, что описывать нужно до тех пор, В степени, как полезно, да. Лишь... Да, допустим, мы... Да, я имею в виду, может же быть какой-нибудь новичок, который не знает практики, какая-то... Конечно, конечно. Конечно. Он говорит практику и прочитает, как это делается. Конечно. Если вы организуете деятельность, это must-have. Допустим, сейчас я это тоже делаю в другом проекте, но это must-have, конечно. Если вы организуете деятельность, вы должны как бы организовать процессы, чтобы всем было понятно, что, где, какие знания используются, конечно. Вот. Вы описываете... Я как это описываю? Допустим, этапы я могу разбить, да. Рабочие продукты могут быть в каждом этапе, какие должны быть созданы, да. И какие практики, то есть, используются. То есть, допустим, мы должны... Практики обсуждения выявления требований заинтересованных лиц. Вы можете как-то по-своему даже называть это поначалу, то есть, сформулировать как-то, да, вот, и потом уже найти, загуглить, как эта практика называется и уже как бы стандартизирован ее закинуть, прикрепить. Допустим. А вот такой концепт, как бизнес-процессы, он есть 6.0. Там бизнес-процессы, там каждый шаг бизнес-процесса, вы знаете, может быть, это и есть... Алгоритм. Это одно и то же получается? Да, просто в бизнес-процессах обычно это какая-то повторяющаяся же история, то есть, это цифричная такая штука. И можно это описывать как алгоритм. Допустим, я сейчас тоже делаю бизнес-процесс, описываю по запуску новых продуктов в маркетинг-отделе. И тоже я делаю алгоритм, да, я также описываю роли, которые... А алгоритм это и так и проект, правильно? Да, алгоритм... В конце же без этого бизнес-процесса какой-то результат должен быть, то есть, какой-то продукт должен быть. Вот мы это определяемся, нам просто будет легче, какие... Если мы поймем, что физичного должно создаться в коде этого процесса, он же все равно какой-то конечный. Допустим, если мы даже делаем это разработка IT-решений, мы должны какое-то описание поменять. То есть, мы должны какое-то в нашем приложении какое-то описание поменять в исходнике и меняется само приложение. И оно потом другой сервис оказывает. То есть, мы должны какое-то конечное описать, и мы можем понимать, окей, вот такой цикл один прошел, был результат или нет, и вот описать, какие практики используются потом уже в каждом этапе этого процесса. В принципе. Процесс – это тоже самый проект, просто он постоянно повторяется. Наверное, так я понимаю. Ну, да, да. Ну, тут тоже опять можно разными словами называть разное. Тут, в принципе, так или иначе, описание деятельности, направленное на появление чего-то, она в разных школах представлена по-разному. Соответственно, вот в нашей терминологии нет такого понятия, как бизнес-процесс, потому что есть более разбиты на мелкие части, на часть этапа, на часть практики, на роль, которая исполняет эту практику и так далее. Мы говорим, что у нас жизнь я никак не могу понять, как соотносятся в ШСМ бизнес-процессы и как в ШСМ процесс соотносятся. В ШСМ это тоже как бизнес-процесс можно рассмотреть? Да, пожалуйста, почему нет? У вас есть такая структура у нас есть проект, вы понимаете, что он должен из точки ноль, из небытия перейти в какое-то бытие. И через работы, через создание каких-то частей или через реорганизацию уже существующего какого-то пространства меняете, меняете как-то и приходите в ту точку, в которую вы хотите. Что из этого вы хотите назвать бизнес-процессом? Ну, что-то. Какие-то процессы, которые, вот если мы назовем проект бизнесом, то у нас есть процессы, вот они бизнес-процессы. Я так это понимаю. Как вы это назовете, совершенно неважно. Ну, понятно, вот я никак не могу это сопоставить. Это про бизнес-процессы немножечко читал. Смотрите, в вашем же описанном бизнес-процессе там уже что-то физическое происходит. То есть, как я понимаю, это организация. Описание бизнес-процесса это то, описание того, как организация где-то для чего-то что-то делает поочередно, да? Да. То есть, это какие-то люди определенные, какие-то люди делают что-то. Это же, в принципе, то же самое можно описать, как бы это ни называть, физически, да, можно говорить о том, что мы описываем деятельность людей. У каждого шага бизнес-процесса это деятельность, по-вашему, это работа, каждая работа выполняется по какой-то практике, а работы группируются по этапам, правильно? сам проект, допустим, этап, это как бы группировка работ, этих работ, чтобы удобнее было, да, чтобы удобнее было понимать, мы сейчас на каком этапе основном и так далее. Это, наверное, для удобности уже группировка такая, такое разделение. Я примерно что-то сейчас понял, не буду больше отвлекать тогда. Не, ну, давайте спишемся, я может тоже обсудим. Давайте, давайте выяснять, да. Так, что мы еще хотим показать, у нас еще 5 минуточек. Так, в принципе, давайте я сейчас уже быстро закруглюсь. Жизненный цикл системы, это, в принципе, понятно, да, то есть, мы сначала описываем что нам нужно, какие этапы нужны нам для того, чтобы, скажем так, я даже не могу выразить. Смотрите, мы создаем какой-то продукт, вот это понимание, сам концепт, используем концепт, что я пытаюсь сказать. Чтобы этот продукт создать, мы обращаем внимание на то, через какие этапы он должен создание пройти. Да, допустим, если мы говорим про организацию, мы ее сначала замысливаем, потом планируем, проектируем, потом создаем, а потом вот используем организацию. Сейчас мы не говорим про роли и так далее, а потом мы понимаем, либо мы ее утилизируем, закрываем, банкрот и супер, либо мы регулярно модернизируем организацию и постоянно держим ее на плаву. в зависимости от среды, от контекста, от систем, вот мы саму организацию постоянно реорганизуем. Вот этот концепт, я хотел просто отметить его, что он мне тоже помогает описывать, сначала определять, что мы создаем, вообще его жизненный цикл, а потом от этого отталкивать, я уже примерно этапы проекта разбиваю на то, окей, что нам нужно делать, чтобы вот из нуля, из несозданной какой-то вещи превратить ее с замысла до реализации и еще потом учесть то, что она будет использоваться, а еще потом, что нам нужно будет, чтобы возможно ее поддерживать, чтобы она не выходила из строя и так далее, и так далее, и так далее. Вот я об этом просто хотел проговорить, вот, и можно описать, смоделировать, какие нам практики нужны для того, чтобы на каждом этапе поддерживать, ну, продвигать по этапам целевой системы. Вот. Это вроде понятно. Я точно хочу обратить внимание по поводу жизненного цикла системы, и у нас еще можно выходить на уровень выше, когда мы взаимодействуем с клиентом и взаимодействие с клиентом рассматриваем как проект. И тогда у нас где-то в рамках вот этого большого взаимодействия есть маленький проект, где мы создаем вот эту систему. Мы понимаем, что от этого создания этой системы, которая есть, замысливание, проектирование, потом создание и так далее. Вот этот маленький подпроект, он является частью большого проекта всего взаимодействия с клиентом. И тогда наше качество, наше работы на вот этом маленьком проекте влияет на весь большой проект, который мы ставим границами больше, чем создание вот этой одной системы. Да, как раз таки по проектам, допустим, мы создавали когда медиапродукт, мы, допустим, у нас было тоже разделение, мы сначала организовывали все, здесь цепочка, наверное, создали, мы организовывали, потом мы снимали на месте, там тоже есть свой список работ, да, у нас есть расписание, и потом мы обрабатывали, монтажные работы делали в плане пост-продакшн, то есть, да, мы разбиваем такие подпроекты, тоже бывает, и это нам позволяет просто удобнее проводить работу и не превращать это огромное такое, ну, разбивать на этапы тоже. Окей, в целом так, да. Про моделирование работ, я вроде рассказал, мы прошлись проектные роли рабочий продукт и статус работы, в принципе, мы это прошлись тоже, это просто позволяет понять, какой объем у нас физически есть, нам понадобится для того, чтобы сделать какую-то работу, да, вот, позволяет понять объемы проекта, объем деятельности, который потребуется для того, чтобы выполнить, создать эту целевую систему, вот. Диагностика проекта по 7-м альфам тоже показал, это такая, в моем случае, это не совсем подробная штучка, но, в принципе, мне помогает на том уровне, который мне нужен. вот, это вот 7 альф-проекта, это вот 7 альфы, внешней проектной роли, возможности, воплощения, описания и прочее, 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 и тут я описываю уже воплощение этой альфы в реальном мире, что, как бы, отображает нашу альфу, вот. Если это воплощение, это вот выставка, если это описание, это описание, в первую очередь, самого проекта, самой деятельности и описание вообще для самого продукта, как подсистема, вот, и остальные описания, которые нам нужны, документации, прочее. Вот. вот так мы диагностируем, так нам помогает как бы структурно понимать, если, допустим, мы замечаем, что где-то у нас чего-то не хватает, мы сразу как бы обращаем свое внимание, что у нас тут не хватает, давайте обратим внимание, что мы упустили, и 7-альф достаточно такая штука, которая помогает прям все, все важные объекты для нужного исполнения нам учесть и ничего не потерять, и все в одном месте иметь. В принципе, компактно и полезно. Это может еще там как-то модернизироваться, зависит от запроса. В моем случае так. Вот. В принципе, закончил. Вопрос есть какие-нибудь еще? Я подогнал. Вот. Поговорили о жизненных циклах. Немножечко не понял, как бы там раньше были жизненные циклы, как у животных, что-то там они поменялись, они могут возвращаться со стадии на стадии. Сколько жизненный цикл, я не помню, я почему-то не отметил, что теперь нежиденный цикл это практики называется, то есть самокупность практика, а нежиденный цикл. Но, вот на такой момент, создаем мы систему, допустим, проект, мы создали систему отопления здания. Вот. Окей, окей. Мы создали, оплатили ее, у нас есть система отопления. Так. А дальше, чтобы эту систему отопления эксплуатировать, надо тоже проводить какие-то работы. Допустим, оплатить счет, допустим, за газ, техническое обслуживание, разведет и так далее. Как учитываете такие работы? Вы можете это отдельно, допустим, как вы описываете это работы на стороне своей, допустим, да, список работ. Допустим, предполагаю, допустим, вы создали себе такую труду, работу описали и так далее. Да, у вас есть и такой этап. Также вы описываете на этапе использования такой же этап. Подожите, да. Есть этапы, есть стадии. Этапы это работа, стадии это жизненного цикла. То есть стадия жизненного цикла использования тогда получается. В принципе, вы можете сделать для себя такую табличку тоже, где вы описываете жизненный цикл табличный, и какие практики там используются, чтобы этот процесс, этот цикл завершился, исполнился. И там же, допустим, описать роли, которые должны какие-то работы сделать. И, допустим, на этапе просто, какое будет изменение на этапе использования, там просто больше работы идут использователей, скажем так, пользователей, допустим, вашего отопления. Они должны, да, чтобы система исправно работала, они должны оплатить. Они должны не засорять, они должны использовать, то есть нажимать на какие-то кнопки, возможно, если вам там потребуется как-то смоделировать это, то есть описать. То есть там больше уже от ролей с внешней системой идет работа. Вы тоже это можете смоделировать и потом также это инициировать, также за этим следить, чтобы это все исполнялось и постоянно использовалась ваша система. То есть это просто работа, но на внешней стороне. Смотрите, Сергей, да, еще, я так понимаю, что у вас сейчас вопрос связан больше с курсом Цирена. Как такового разделения между этапами и стадиями, ну, ее нет. То есть не то можно сказать, что стадии и есть этапы. Как вы группируете работы, это на совести архитектора, то есть он там говорит, что является переходом стадии на стадию, что не является. То есть то, опять же, как вы это назовете, совершенно не меняет сути того, что у вас должно происходить. Суть того, что происходит у вас идет от ролей, которые исполняют какие-то люди. И это в одном случае, когда вы создаете, то есть проектируете, монтируете, закупаете, монтируете эту систему в этом доме. Это ваши внутренние проектные роли. Когда у вас система установлена и уже в эксплуатации, вы ждете каких-то действий от людей, кто пользуется этой системой. Это внешние проектные роли. Но, опять же, вы, может быть, так спроектируете вашу систему, организационную структуру, что вы включите жителей в круг вашей компании. Что это у вас какие-то внутренние как раз проектные роли будут, которые как-то по вашим инструкциям действуют с этой отопительной системой. А внешние тогда будут какие-нибудь те, кто собирают средства у вас, допустим, то, куда вы оплачиваете. Или городское, жилищное, коммунальное хозяйство и так далее. Вопрос рассмотрения всегда. Как не забыть 30 сентября повести плановое КО котла перед пустом его оборудования? Как вот вы с этим... Конечно, рассмотрение в календаре, в котором будет написано провести плановое... Плановый осмотр котла, назначить ответственного... Поставить. То есть, такие работы вы моделируете не в коде, а в календаре койте, правильно? Ну, где-то, где можно поставить, да. У меня все в телеграме, допустим. У вас есть работы, которые вы планируете вот здесь, в списке ТУДУ, и есть работы, которые у вас оправляются в календарь. Только два места, где могут быть работы, правильно? Да, в принципе, работы могут быть даже... Да, обязательно, потому что у вас работы имеют срок исполнения. То есть, в определенный день нужно выполнить определенному человеку определенную работу. Те работы, которые вы уже изучили, вы знаете, сколько у вас ревизия составляет, то вы даже ограничиваете ее, что он там за два часа это должен сделать. Не выделяем его на это рабочий день, а выделяем четыре часа там на всякий форс-мажор. Два часа на работу, два часа что-то случилось. А это уже из другой. Еще раз пользуюсь, допустим, работой. Можно кодио и календарь или еще есть какие-то инструменты? Какие вам удобны? Вот, наверное, ответ такой, что здесь инструменты вторичные, первичные концепты. То есть, допустим, когда мы работы понимаем, мы понимаем, что что-то там физичное должно произойти, какая-то деятельность, чтобы сделать изменения. Просто можно уже отследить. Я просто работаю в Bitrix24 со своей командой, да? И я вот решаю такие вопросы, ну, свои повторяющиеся задачи, там, раз в год или что-то. И они мне забываются. Просто, а вы, я смотрю, допустим, вы же где-то тоже работаете, получается, в какой-то компании, у вашей команды, и вы с этой командой не работаете с таких инструментов, как там Bitrix или еще какие-то там вот такие задачники, так сказать. Работаем. Просто, допустим, мы работаем в Asani, мы работаем, у нас есть своя там, Pyros, где мы документы, обороты дополнительно еще введем. Ну, в целом, в какую бы ты компанию ни пришел, есть какие-то свои уже инструменты, которые люди используют. Если не зацикливаться на этом, ты можешь, в принципе, адаптироваться. Самое главное понимать концепт, вот эту вот идею, да, и там ты уже можешь адаптироваться под любые, в принципе, условия относительно. Ну, а вот это вот, то, что вы ведете в Alkodia, нельзя там вести как-то те инструменты, как-то комментарии? Вы можете даже в Excel вести, здесь неважно. То есть, как вам удобно, где вам удобно было бы это вести. Допустим, нам удобнее просто в коде, потому что там и таблицы, там и текст, там и структура документа, интерфейс. Допустим, можно даже к этому не привязываться. Да? Вот, в целом так. Это инструмент. То есть, у вас задача, получается, есть в коде, есть в календаре, и еще есть в вашей Асан, или как вы их называете? Кодуист, Асана, да, то есть, да. То есть, и тоже так тоже работает. И получается, везде разные инструменты. Допустим, я могу привлечь, иногда такие команды бывают, я привлекаю к коде, вот чтобы они в коде работали. Допустим, вот здесь в коде мы работали, и все заходят в коду, и через коду всю работу делают, в принципе. А где-то там через Google календарь я делаю. То есть, смотрят от ситуации. Я просто понимаю, иногда не получается, допустим, сразу всех в коду ввести, там команда. Дополнительные работы по обучению нужно проводить, поэтому ты адаптируешься под ситуацию и подбираешь тот софт, который пока на данный момент самый такой подходящий, и можно уже использовать, и использовать концепты, которые вот... Дорожай. Да, я вас понял. А есть же такие работы, допустим, вот у нас предприятия, которые не надо делать регулярно, раз в месяц. Они происходят по поводу событий. Вот произошло событие, ну, допустим, мусорный блок заполнился. Надо вызвать мусорную машину по какой-то практике. Ну, как и какие работы учитываете? И учитываете ли? Как вот, какие работы у вас написаны на предприятии? Ну, если у вас работа в битрексе, возможно, какая-то есть форма, правильно, заявки? Ну, у нас есть просто статья, описываем практику инструмента. Я бы просто сделал такой чек-лист, если бы я был на вашем месте, сделал бы чек-лист того, что если пришел запрос, что нужно сделать кому? И кто становится ответственным? Есть какая-то задача, которая называется проверить статус. И вот эта проверка этого статуса как раз относится к какому-то времени. Ну, к какому-то событию, точнее. У вас пришел человек на работу, и он первым делом, что сделал, проверил, заполнен ли бак. Вот у него должностная инструкция содержит этот пункт. Все. Ну, да. Так, что же, коллеги, спасибо огромное за обсуждение. Малик, тебе большое спасибо. Очень, очень информативно сегодня. Если останутся какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Если что-то можешь нам поделиться для аудитории, выкладывай также в чат. Мы на сегодня заканчиваем. Всем большое спасибо. Спасибо. Всего доброго. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...